ПОДМОСКОВНАЯ РАМЕНСКАЯ ПОДМОСКОВНАЯ РАМЕНСКАЯ Диаспора жила на территории Грузии и очень успешно развивалась. И я хочу сказать, что армяне в Грузии занимались фактически всеми ремеслами, строительством. И в принципе неплохо жили, будем так говорить. Были абсолютно понятны. И я скажу, мое детство прошло. Родился я в Тбилиси, в центре города. Фактически там площадь Ленина, 200 метров от площади Ленина. Я хочу сказать, что мы жили абсолютно совместно. Все улицы были такие, что жили все народы одновременно. И жили в очень хороших, добрых отношениях. Вот у меня был один из не самых больших дворов, где я вырос в Тбилиси. Одновременно жило. Значит, наверху у нас жили русские, значит, грузины. Внизу езиды и армяне. Двухэтажный двор был. И мы жили как братья. Фактически у нас не было никаких разделений. Грузинский дар – быть широким, щедрым, пировать на весь мир, привлекал, затягивал всех окружающих в свою орбиту. Да ведь даже и сейчас, когда отношения между Москвой и Тбилиси столь осложнены, кто на бытовом народном уровне остается в России символом Кавказа? Конечно, грузин. Лихой, беззаботный, у которого вся жизнь проходит в песнях и танцах. Слово Руставели все знали, и окопы Копян прекрасно им владеют. Но общаться удобнее всего многоязычным шумным белийским дворам было на русском. Я вырос фактически в среде русской культуры. Даже так скажу. У меня был этот друг Андрей, он старше меня был, дядя Коля, тетя Нелли. Вот я сейчас вспоминаю Евсеевы. Были прекрасные люди. И я фактически, он был моим учителем. И долгие годы, после того, когда я уехал из Тбилиси, я его не видел. И года три назад я его пошел и нашел. В Волжском он живет сейчас. Мы 40 лет друг друга не видели больше. Была такая трогательная сцена встречи. Я был очень рад, что я его нашел. Просто для меня это было очень важно. Увидеть своего старшего товарища и человека, который в меня вложил любовь к России, любовь к русскому человеку. Наверное, оттуда начинались вот мои отношения. Внутри города некоторая дифференциация, профессиональная, была. Русские, армяне и евреи часто были квалифицированы специалистами, первыми замами. Азербайджанцы и курды – торговцами на рынке. Воинственные осетины часто служили в милиции. Интересно спросить у рожденного Тбилисса, а не обижались ли грузины на автора комедии «Ханума»? Ведь там, если присмотреться, деловой человек, из низов, сам себя сделавший, Микич Катрянц, его толковый приказчик-окоп, трудолюбивая сваха «Ханума» – армяне, а спесивый гуляка-князь и его несколько ленивое окружение – грузины. Две тысячи абазов? Договорились? Еще как договорились? Читай, читай, читай. Лавка в дегоме, лавка в манглии, что я тебе говорила? Каменный дом на берегу куры. С винным погребом, да? Что я тебе говорила, кто тебе такую невесту бесплатно сосватает? Двести абазов с тебя. Разбайн, ты же говорила, ни гроша не возьмешь. Говорила, говорила, мало что я говорила. После свадьбы там сейчас денег нет. Со вчерашних поминок ничего не ел. Помру и невесту не увижу. Был простым сапожником Микич, Но сумел он многого достичь. Я на весь Тифлис свадьбу закачу. Приходите все в гости к Микичу. Я думаю, что не обижались, потому что это было естественно. Потому что огромное количество армян, культура армянская. И сам процесс вот этой ханумы, и вся эта вот... Она абсолютно не обижалась. Я думаю, что грузины на это не обижались, потому что они понимали, что это естественно. И таких фильмов много. Все старые фильмы, они связаны больше с армянской культурой. А потом потихонечку, конечно, когда грузинское население самого города стало увеличиваться, конечно, и грузинские фильмы и так далее. Но я не думаю, что обижались. А за успех бесспорных грузинских шедевров, созданных с присущим этому народу изысканным вкусом и юмором, радовались все. Будь молодцом. В дороге будь осторожен. Знаешь ведь, какое сейчас время? Отец солдата, фильм, я считаю, это что, один из величайших фильмов. И что это шедевр. Не любить этот фильм и обижаться, что это грузин, это невозможно. Это, слава богу, это колоритная фигура Сергея Захариадзе, который смог так красиво сыграть отца. И фильм, он кончается, очень тяжело. Кто тогда знал, что и благословенной Грузии предстоят серьезные потрясения? У всех, кто там жил, воспоминания только светлые. В Грузии, я скажу, очень красивый, уютный и хороший год. Вообще, грузинский народ это очень доброжелательный, очень хлебосольный, очень хороший народ. В целом, с народом у нас всегда были добрые и хорошие отношения. Конечно, какие-то вещи были связаны с властью и так далее. Может быть, где-то чуть-чуть прижимали и так далее. Но в целом-то, все равно мы жили в очень уютном, красивом и добром городе. И любовь к Грузии сохранилась по сей день. Хоть я и уехал в 16 лет. И культуры двух родственных народов, тесно соприкасаясь, обогащали друг друга. Акопа Копян, белийскую элиту, видел в родном доме с детства, благодаря высокому искусству отца. Папа у меня был очень сильный закройщик и портной. Он был, на самом деле, у него была очень красивая работа. Я вам скажу, очень много артистов, спортсменов, Серго Захариадзе, футбольный комментатор. Котэ Махарадзе в нашем доме постоянный был. Мы его каждый раз видели. Он такой был юморист, с ним было так интересно. И очень много. А певец вот этот наш оперный, Сарт Килава, это тоже было к моему отцу всегда приходилось. Очень много людей, знаменитых, которые приходили к отцу, потому что отец был очень сильным закройщиком и умел делать очень красивые вещи. Поступать в институт, юноша, способности и серьезность которого были очевидны, собрался в Москве. Мне просто отец сказал, уезжай и поступай. Не поступишь домой, не приезжай. Если бы не этот наказ, парень 16 лет в московском Вавилоне может и не задержался бы. Ну, я приехал 16 лет в Москву. Честно говоря, хотел сразу убежать обратно, потому что для меня было молодого человека страшно. Это в Москву, когда я его видел первый раз. Я думал, нет, я уеду. А потом приехал и говорю, нет. Я если попал в Москву, я сперва пойду на Красную площадь. Спросила, как мне доехать на Красную площадь. Мне женщина объяснила, вот поедешь до метро, а метро надо туда, на площади эволюции, а там вот Красная площадь. Я приехал, я помню, часов в 7 вечера. Зашел на Красную площадь и простоял там до 6 утра. Я не отходил за мной, просто уже. И я был восхищен и влюблен. И потом, оттуда уходя утром, я сказал, нет, я отсюда теперь не еду. И я начал готовиться. Выбор был достаточно велик. Но многое, как это нередко в жизни и бывает, решил случай. День открытых дверей. Я прошел, я вам скажу, наверное, 5 вузов. Институт Стали и Сплавов, значит, Тимирязевку, значит, потом Плехановский. И попал вот этот, случайно после гидроминеративного, попал в нашу институт Пряничникова, гидроминеративный. И нас повели в лабораторию гидравлики. И преподаватель был армянин. Ну, взрослый человек, очень красивый человек, седой такой, солидный. И он мне говорит, молодой человек, а ну-ка возьмите и начинайте крутить этот винтель. И я начал крутить. И в этот момент произошел гидравлический удар. Труба, значит, так, так, и вода. И для меня это такое впечатление. И я из-за этого сдал документы в этот вуз. И для меня, для молодого человека, который приехал из Грузии, увидел в России армянина, для меня это такой был момент такой, знаете. Сама специальность так опу нравится. Осушение, орошение, в философском смысле, это соприкосновение двух важнейших стихий. Земли и воды. А юноша, хоть и трезво смотрит на жизнь, но не лишенный романтики. Он хорошо учится, проходит военные сборы, очень успешно занимается борьбой. Какой? Вольный. Отметим это. Он и дальше в предлагаемых обстоятельствах будет выбирать то, где больше свободы выбора. Да, я был чемпионом города. Да, ЦС Динамо был чемпионом по вольной борьбе. И я всю жизнь занимался спортом. Для меня спорт – это и позволяет мне быть таким, какой я есть. Классикам я не хотел. Вольник, он более разносторонний. Потому что классика – это работа только по торсу. Только по торсу. А вольник работает и в партере, и, конечно, и ноги, и руки. И ты… Там надо думать. Там вольник, а классик – это физическая сила, да. Хотя я был физически сильным парнем и мог, но вольное было более интересно мне. Акоп не из тех, кто намеренный дальнейшую карьеру строить на спорте. А такое порой бывало. Он серьезно изучает специальность, но борьба укрепляет его, задает тонус. И результаты были совсем неплохие. Ну, была вертушка красивая у меня. Я всегда уходил красиво на вертушку. Очень интересно. Ну, я вам хочу сказать, что это очень сложный, тяжелый вид спорта. Очень тяжелый вид спорта. Я и в институте выступал, и, ну, не первое место, второе место занял на межвузовских соревнованиях по вольной борьбе. А первое место занял, я его имени уже не помню, но с Северного Кавказа какой-то парень, мастер спорта международного класса. А я-то был, что, да, у меня тоже был первый разряд, но не мастер спорта, понимаете? А это уже мастер спорта международного класса. И я ему проиграл по очкам. Не, да, он даже потом со мной подружился. Да нет, это уже все, к сожалению. Тогда какие фотоаппараты, кто там фотографировал? В подмосковное Раменское молодой специалист попадает по существу случайно. Это красивый сосновый край с озерами, каких немало по казанскому направлению. И как-то сразу прикипел к нему. Оказалось, на всю жизнь. Вот такой дружный, уютный город. И здесь всегда была какая-то сплоченный город, да? Все были очень объединены общими идеями, общими делами. И сельское хозяйство, промышленность была взаимосплетена. Почему? Потому что промышленность помогала селу, для того, чтобы убирали урожай. И так далее, и так далее. И Акопян сходу берется за дело, чтобы помочь преображению края, который, как он уже чувствует, становится его второй родиной. Я в Мелиорадце тоже, когда пришел работать, немало сделал. Я восстановил такой механизм, как дренопромышечная машина. Сейчас она там... Ну, она давала такой эффект, не надо было переделывать, а надо было просто промывать. И от этого поля становились сухими. Значит, можно было сельхозкультуры какие-то больше. И меня очень был востребован, мой отдел или моя группа людей была очень востребована в сельском хозяйстве раменского. И мы старались, очень много сделали хорошего. Но раз хорошо работается, значит, надо здесь же и ставить свой дом. Из Грузии Акоп привозят жену, тоже потомственную тбилисскую армянку. Ей очень нравился серьезный красивый юноша, но переезд в далекий снежный край настораживал. Нас познакомила сестра Акопа. Она троюродная сестра, а моя подруга. Ну, все так настолько банально, так быстро произошло. Мы встретились раза два. Да, и уже я получила предложение. Да. Ну, еще где-то месяца два мы общались по телефону, потому что он уехал обратно в Москву. Мы несколько месяцев встречались. Пообщались даже, могу сказать, потому что он в Москве, я в Тбилиси. Первое впечатление, что он очень серьезный. Вот знаете, когда мой папа даже увидел, он сказал, что настоящий мужчина. Это самое главное для женщины. В то время, может, я не совсем понимала, но вот его разговор, манера поведения, солидность, это сразу было видно, что попадаю в хорошие руки. Появляются дети, и для настоящей армянской жены вопросы снимаются. Где любимый муж, где семья, там и дом. И Карина тоже осваивает дружелюбное Раменское. Было сложно. Я, честно говоря, не хотела изначально. Я хотела быть в Тбилиси, жить. В Тбилиси, конечно, теплые люди. Мы знали друг друга, соседей, близких. У нас было другое отношение. Мы помогали каждому. Как-то вот по-другому. Мы знали всех. Мы уже такие хорошие друзья были. Как-то они своей заботой и своим отношением ко мне, они меня приняли. Приняли. И мне стало уже легче. Легче я уже привыкла. И считаю, что... Вы имеете друзья уже русские, которые здесь привезли. Русские друзья, да, да. Русские друзья, которые уже были друзья. Ну, как бы... Было много друзей и таких семейных. Все были семейные уже. Семейные, с детьми. Они меня очень хорошо приняли. Очень хорошо. И я чувствовала этот тепл, что я не одна. И как-то потихонечку... Ну, родился ребенок. Потихонечку привыкла. У нас пока была однокомнатная квартира. Потом... Однушка была, да. Потом двухкомнатная. Ну, этот дом мы строили... В 1991 году, когда я приехала, вот вышла замуж. Только был фундамент. В 1998 мы только переехали. Ну, еще потихонечку достраивали. Так жили дружно. Нас было много. Мне уже здесь хорошо. Вот я еду в Тбилиси. Естественно, у меня сестра старшая осталась. Но побуду 2-3 недели, где-то месяц. И меня уже тянет сюда. Ну, может быть, тянет того, что здесь моя семья. Здесь мой муж. Здесь мои дети. Здесь мой дом. А напористого специалиста, в котором за версту видны лидерские качества, зовут на работу в местный комсомол. Но опять же вопрос. Чем именно заниматься? Я работаю в горкоме комсомола и в горкоме партии. Я занимался, это был в сельхозотделе. Я-то сидел в сельхозотделе, потом в орготделе. Но это все равно была живая работа с людьми. Это не был идеологический отдел. Нет, конечно, я бы не смог. С моим характером работать в идеологическом отделе было бы очень сложно, потому что я все-таки относился и к людям. Надо было относиться по-другому. Надо было помогать. Надо было стараться принести пользу. Я понимал, что от моих действий будет лучше доярки, механизатору. Я не знаю, для меня это было важнее. Именно делами Акапян сразу завоевывает доверие и уважение коллег. Его могут по-дружески называть «окопчик», но это просто от избытка симпатии. Коренная раменчанка Нина Широкова из той молодежной гвардии. Ему поручались самые сложные вопросы, которые прекрасно знали, что он, несмотря ни на что, иногда удивляясь, «окоп, ну как ты это мог сделать?» Или вот еще деталь. Деталь, не более, но говорящая о том, как глубоко у этого человека внимание к людям. Я с Аком Георгиевичем знакома давно, и первый мой рабочий день в горкоме Комсомола 10 июня 1985 года начался со знакомства вот с этим человеком. Молодой, красивый, энергичный зафорк. Мы его все очень уважали, но я даже побаивалась, потому что он был очень ответственный. И самое главное, вот когда мы принимали ребят в Комсомол, я возглавляла школьный отдел. Конечно, у меня школьники, тем, кому он с помощью 14 лет, они получали впервые свой документ. Это был комсомольский билет. И надо было красиво его писать, подписывать. Но Яков Георгиевич вот очень следил за этим. Молния Сюринга, Нина, ты понимаешь, что это на всю жизнь? Надо писать красиво. А Коп, он мне как старший брат, как товарищ, я совершенно четко знаю, что первый придет на помощь, он всегда. Даже его не надо будет об этом просить. Мы не то, что мы там были молоды, а мы действительно были настолько искренни все. И верили в светлое будущее. И сейчас вот, разговаривая с Акопом, он тоже верит в светлое будущее. И я ему верю. Не капает, как известно, из пустой бочки. А двужильный он за двоих и тянет. Это прекрасно прикинули и в Раменском горкоме. Единственной тогда партии. Я был вообще человек очень активный, общественный. И никогда не стремился к никаким карьерному росту. Даже я вам скажу, когда меня приглашали в горком Комсомол, я год прятался, артачился. В конечном итоге меня вызвали в горком партии. Секретарю Хмелевская была такая, Нина Кеслер. У меня она есть, слава богу. И она мне говорит, так, хватит, вы целый год, мы ждали, что вы сами придете. Завтра же приступайте к работе Комсомол. Был самый молодой инструктор горком партии в Раменском. Тут дисциплина была уже построже, но Акопян остается верным себе. Акоп Гюрин всегда имел свою позицию, он ее не скрывал. Даже в те времена, когда, в общем-то, еще первые шаги так к демократии, он уже тогда всегда смело высказывал, мог отстоять и, в общем-то, знаете, никогда не боялся. Потому что иногда вот в разговоре с ним он говорит, Акоп, ну, я же за людей. Я же за людей. Вот этим все тоже, в общем-то, многое определяется. Этим в жизни Акопяна определяется очень многое. Забегая вперед, скажем, уже когда он возглавит мощный завод, для него в коллективе будут важны не только талантливые специалисты, но и те, кто умеет работать с людьми. Ну, это видно. У них одна из самых лучших профсоюзных организаций. Да, Акоп Георгиевич – член многих организаций. Но профсоюзная – одна из самых близких ему и внятных. Ближе к насущным заботам людей труда. Я знаю Акопа Георгиевича около 40 лет. Это, да, около 40 лет. И знаю я его с того времени, когда он приехал в наш город по распределению и стала работать в организации водоэксплуатации. И я, честно говоря, всегда задавалась вопросом, в чем успех и секрет вот этого успеха. И вы знаете, наверное, успех в том, что он очень любит людей и уважает их. И вы знаете, он, наверное, понимает главное, что уважение простого работяги к нему – это самое главное. И вот он по жизни старается так относиться. И такие дела делает для людей, чтобы так же к нему относились, такие же дела делали. Понимаете? И люди это очень чувствуют, понимают. И они к нему тянутся. И что мне очень нравится, что наш генеральный человек и самая его главная черта характера, я так думаю, это неравнодушие. Акоп Акопян – человек нехвастливый, но свой потенциал знающий. За время работы в горкоме он к базовому прибавил еще и экономическое образование и понимал, что вполне созрел для роли серьезного хозяйственного руководителя. Правда, то предприятие, в котором он волей судьбы оказался, знаменитым, мягко говоря, не было. Сначала была какая-то артель у нас, самая маленькая, где делали еще там такие молотки, всякие топоры, все. Потом мы стали уже заводом-филиалом имени Куйбышева, электрозавод имени Куйбышева у нас такой был. Этот завод назывался ЭМЗА, электромеханический завод, филиал московского завода имени Куйбышева. Когда пришел сюда директор, мой предшественник, он поставил вопрос, что мы не будем работать филиалом. Потому что филиал, это вы знаете, да, всегда все, что негоже, все суда. И он был такой депрессивный завод. То есть не блистал. Не блистал, он был самым худшим, наверное, предприятием в Раменском районе. И я хочу сказать, что так как он не относился к Раменскому, относился к Москве, филиал московского, то на него и мало обращали внимания. И всех, кто выходили из тюрьмы, всех отправили сюда. Начинает Акопян с зама по снабжению. И постепенно с теми, кто настроен на серьезные дела, в разгончик, в разгончик, выводят примитивную контору на серьезнейший современный уровень. Что делать? Мы взялись, вот Липатович Александрович был директором, я у него был замом. И мы взялись за то, чтобы из этого завода сделать завод. И он сегодня, я думаю, один из лучших заводов в Раменском районе, да и в Московской области он себя тоже хорошо. И мы стали делать трансформаторы совершенно другие. Если мы делали 6, 10 и 35 киловольт, сегодня мы делаем до 750 киловольт. Понимаете, это совершенно разный уровень трансформаторов. Это для малой энергетики мы занимались, а это сейчас уже для большой энергетики, для Россетей, для федеральной сетевой компании, для МАЭСКОВ, для всей России. Фактически наши изделия применяются. Везде нет такого места в России, где нет наших трансформаторов. От Краснодара и до Сахалина. Средняя Азия почти вся. Значит, Молдавия, чуть-чуть Армения, очень немного Грузия. Мы делаем реакторы, мы делаем преобразователи, мы делаем заградители, и мы делаем трансформаторы тока и напряжения. Это вот наша номенклатура. И надо сказать, что эта номенклатура началась с 2000 года. Мы с 2000 года внедрили, во-первых, разработали самостоятельно, наше конструкторское бюро, наши ученые разработали, создали и внедрили в производство и стали реализовать на территории России с 2000 года огромную гамму новых изделий. И сегодня работаем каждый год, фактически мы по одному новому изделию производим. Освоив новое дело, Акопян настолько им проникся, что захотел сказать свое слово и в электротехнической науке. Материала набиралось месяц за месяцем очень много, и он нашел время преобразовать все наработанное в кандидатскую диссертацию. Защита прошла очень интересно, и стали мы кандидатами наук. Но при этом... Вы стали? Да, но еще я хочу сказать, что мы вообще в науке очень много занимаемся, для нас это очень важно. Наша группа людей разработала реактор РУОМ, за который мы получили правительственную премию, премию правительства Российской Федерации. Это группа наша, значит, Брянцев, Липатов, Акопян. Мы получили... Это тоже была очень интересная работа, и была оценена правительством. Акопян – человек без заднего хода. Да и зачем отступать, если дело идет, и вокруг команда креативщиков, которых не надо подгонять. Трансформатор отбора мощности – очень интересная вещь. для тяжелодоступных мест. Подробнее расскажет Илья Никулов. Технический директор, по сути, он же главный конструктор завода. Очень заряженный на творчество молодой человек, тоже с уже почти готовой диссертацией. Но на скорую защиту не рассчитывает. Слишком много текущих производственных задач. Запатентован у нас каскадные конструкции трансформаторов отбора мощности. Это новый вид изделий, который и для отечественной, и для мировой энергетики является таким направлением, которое первые шаги какие-то делают. И мы здесь, скажем так, на гребне, передовой науке. И можем сказать, что мы в пионерах России, точно, и в мировом масштабе. А что он приносит? Это аппарат, который является чем-то средним между измерительным трансформатором, который мы много лет уже производим, и силовыми трансформаторами. У них небольшие единичные мощности. И для потребителей, которые имеют небольшие какие-то потребности в мощностях, иногда достаточно проблематично обеспечить их питанием. Ну, скажем, какое-то там охотохозяйство, ферма небольшая, удаленная от крупных центров питания. И там вот эти приборы позволяют локально получить питание, обеспечить потребление электроэнергии, которое необходимо этому хозяйству или ферме. А уже было какое-то важное слово? Внедрение, да, пилотные проекты были. Они сейчас активно начинают прорабатываться. Ну, первые, как бы, уже порядка 10 пилотных проектов было реализовано в этом направлении. А от каких проектов? На Дальнем Востоке, на Урале проект был реализован. В целом, как бы, это вообще вот для таких обширных пространств, которые, как бы, имеют небольшую плотность населения. Ну, какая-то удаленная сотовая вышка, может быть. То есть она вот стоит, ее надо запитать, там, киловатт, 20-30 она требует питания, а рядом каких-то источников нет. То есть альтернативой вот этим устройством, которое мы разрабатываем, является там строительство линий. Целая линия, подстанция, это долго, дорого, как бы, и зачастую экономически нецелесообразно. А вот это решение, которое нами разработано, оно позволяет эту задачу решить, ну, в минимальные, как бы, сроки и с достаточно высокой технической эффективностью. Направление, которому Акопа Копян и его команда придают серьезное значение, экологическое. Такого раньше в помине не было, но жизнь давно заставила всю планету, а теперь уже и нашу страну, куда больше думать об этом. Последние десятилетия, я бы даже так сказал, вопросы экологии, они как-то в стране были. И вот электрофильтры, а это огромные, если кто на заводах был каких-то, вот, которые производят что-то большое, там такие бункера здоровые, которым вагоны подъезжают, и пыль там скидывается. Вот эти очистные установки, они не модернизировались там десятками лет. И потребность промышленности, в общем-то, в этих изделиях, она крайне высока. А вот питание таких электрофильтров обеспечивает как раз вот такие изделия. Работу делали мы на базе Череповецкого завода «Амафос». И потом мы туда первые агрегаты поставили, и эффект был 95% очистки, 99,5% очистки. Работать с окопианом для молодых и неленивых – одно удовольствие. Акубин Кирич, он вообще такой человек, который ко всем новым идеям очень открыт, что для, в общем-то, руководителей, ну, его уровня, это, ну, нетипично. Они, скорее, иногда осторожны, а он вот готов любую новинку поддержать. Любое начинание, в общем-то, которое в себе имеет какой-то потенциал, он всегда поддерживает. То есть я не могу вспомнить ни одного вопроса, предложения, с которым бы я пришел и получил бы от него там отказ, допустим, или там какую-то осторожную реакцию. То есть он к новаторству очень открыт. Иногда даже бывает так, что не я там прихожу к нему, а он показывает там какие-то новые материалы, там увидел на выставке. То есть он всегда с интересом к этому относится. То есть в этой части у него живой очень интерес к этому, и он интересуется, разбирается в том, что как бы в отрасли у нас происходит. Особенно гендиректор ценит свежие кадры. Ведь из всех раменских улиц для него самые симпатичные – это улица перспективы. Этим, собственно, завод и привлекает, что он позволяет быть, во-первых, полезным и городу своему родному, и стране, а во-вторых, решать какие-то интересные сложные задачи, которые доставляют удовольствие их решению. В 90-е дали о себе знать. И такой провал, скажем, там имеется возраст. То есть вот возраст там 40-50 лет, их не очень много. Это или чуть постарше, или совсем молодые люди. То есть, в принципе, движущей силой конструкторского подразделения являются совершенно молодые конструктора, которому еще 30 лет не исполнилось. Во многом при его поддержке на завод молодые специалисты попадают. Он про каждого знает, чем он живет, чем занимается. Всегда с радостью какие-то успехи их воспринимает. Расстраивается, когда уходит молодежь, потому что у нас все-таки близость Москвы накладывает определенные ограничения, потому что за легкими деньгами многие молодые люди готовы сорваться. Они год-два опыта набираются и уходят за деньгами куда-то в Москву. А те, кто действительно интересуются конструированием, они всегда могут реализовать себя здесь, потому что здесь работа интересная, полноценная. А как осуществляется управление на энергии? Принцип понятный. Завод есть завод. Любой простой – убыток. Поэтому обсуждение коллегиальное, окончательное решение – единоличное. Авторитаризм определенное присутствие. То есть тут слово «генерального» является законом. То есть если что-то, когда обсуждаем, каждый может высказаться. Но когда решение принято, уже никаких вихляний быть не может. В этой части это правильно. А обсуждать, да, каждый может сказать. Каких-то проблем не бывает в этой части. То есть всех старается услышать о Куперчу. В этом плане он умеет слушать. Тут интересны еще наблюдения Георгия Акопяна, сына. Юриста по образованию. Он на заводе занимается направлением развития. А на совещаниях смотрит на Акопа Георгиевича не как на папу, а как на руководителя, у которого есть чему поучиться. Когда я пришел пять лет назад на работу, мне было, конечно, интересно его узнать. И за это время, наверное, я понял то, что нужно уметь выслушать и сделать правильный вывод. Это вот мудрость человеческая. То есть я иногда сижу, опять же, на тех же совещаниях, и, исходя из того или иного доклада, могу сделать один вывод, эмоциональный, наверное. Он же сидит, выслушивает до конца одну сторону, другую, и потом решает этот вопрос настолько правильно и аккуратно, что никакой не остается вопросом. Вот эта мудрость, которая помогает ему руководить огромным предприятиям, большим количеством людей, которые должны работать вместе и двигаться в одном направлении. Да, людей очень много. И Акопян, как никто, понимает, что они все очень разные. Он умеет каждому найти свой подход. То есть где-то человек, который чувствителен каким-то критическим словам к нему, он будет помягче. А кто-то, наоборот, бывают такие люди, которые после того, как их крепким словом замотивируешь, они быстрее начинают жить и двигаться. Для них он такие слова готов подобрать. В этом плане я наблюдать это имею возможность. То есть он с каждым человеком, как бы, учитывать специфику в этой части, как бы, он очень гибок. Ну, инженерам с дипломом такого вуза, как московский энергетический, не творить было бы просто стыдно. Но вот ведь что интересно, и в цехах люди на скукоту не жалуются. Когда идет новое изделие, и каждый участок, каждый цех, каждый человечек задействован в таком огромном колесе работы, и все начинается с задумки конструктора, какие-то чертежики маленькие, да, там, и потом вдруг огромное изделие выходит на рынок, и ты понимаешь, что вот в этом, в большом изделии, которое выходит на рынок, есть твоя частичка труда. На заводе, в лучших советских, вроде бы, традициях, есть доска почета. Однако и тут вовсе не показуха, а по-копяновски все предметно. Каждый, кто в эти ряды попал, получает денежные вознаграждения. А попасть совсем непросто. Например, Алексей Чистяков хорошо знает свое дело, освоил не одну операцию, как и раньше сказали бы, многостаночник. Я делаю компенсаторы ДН-200, ДН-300, ДН-400, ДН-500. Компенсатор служит для расширения масла в трансформаторе. Как вы узнали, что вы попали на доску почета? Как я узнал? Ну, начальница мне сказала, что вот мы тебя выбираем. Как бы я отличился, старался. Ну, как бы работаю на очень много станках, ну, как бы стараюсь, стараюсь и на вальцах, и как бы здесь. Алексей на заводе трудится больше восьми лет. Надо как бы себя проявить в течение какого-то времени. Естественно, надо время проработать на заводе. Ну, не один и не два года, естественно, что надо стараться, чтобы тебя заметили, увидели. На доску первый раз попали или уже было? Первый раз попал, первый раз. В цехах вот тоже интересная человеческая подробность. При появлении директора никто не напрягается, а многие откровенно радуются. Когда приходит Аков Георгиевич по цехам, именно даже в наш цех, сразу чувствуется, как-то люди расслабляются. А почему нет? Знают, что с них пришли не стружку снимать, а чаще всего подбодрить. Никогда он не пройдет, если мимо мужчин, если он проходит, он с каждым поздоровается. Если он проходит мимо женщин, он обязательно улыбнется, спросит, как дела. Корреспондент решил посплетничать. А как за глаза зовут гендиректора? Шеф? Босс? Это скорее для административного корпуса. Может, по старинке хозяин? Иногда, вы знаете, как мы можем посмотреть и сказать, ой, папа наш пришел. Это большое дело. Хорошее. Очень хорошее. Особенно, когда не ждете. Вы знаете, у нас у Аков Георгиевича есть одна хорошая такая манера. Он всегда приходит с тех мест, где ты его не ждешь. То есть, вы знаете, да, у нас вот там тот участок, он у нас проходной с двух сторон. Мы, допустим, ждем его с одной стороны, а он раз и с другой стороны выходит. Ну что ж, раз папа, так и не удивительно, что он знает свое семейство. Практически всех. Каждого рабочего знает по имени, всегда интересует... Каждого? Практически каждого. Вот кто работает давно, он знает абсолютно всех. Чтобы рабочий класс имел стимул к работе, очень полезно его хорошо накормить. Столовую. Рабочую столовую завода «Энергия» знает все Раменское. У нас в столовом готовят по-домашнему. И что хочу отметить, наша столовая так нравится, что приходят люди даже со сторонних организаций. Ну а уж для своих созданы все условия. И по качеству, и разнообразию блюд, и по ценникам. Сытый человек, он, конечно, и добрый человек, и хороший работник. Скидка для наших работников завода составляет 30%. Согласитесь, это, в общем-то, немало. И средняя стоимость обеда для работника завода составляет порядка 120 рублей. Добавим сюда же и состав новогоднего подарка, который получил каждый работник. Конкретно. В большие банки были грибов, шампиньонов, два батона колбасы, броншвейгская сырокопченая и сервелот варенокопченый мясокомбината «Велком». С этого же мясокомбината у нас были карбонат, балы, шейка по 450 граммов. Килограмм сыра, баночка икры, 300 грамм красной рыбы, коробочка тортиков, печень трески, шпроты. Сейчас еще что-то упустило ведь. Календарь. Стол был полностью достойный стол. Параллельно с питанием идет и лечение. Ну а раз мы говорим о таких вот социальных льготах, то я бы хотела сказать, что на территории завода у нас действует и работает стоматологический кабинет. И для лечения зубов скидка составляет для работников завода 30%. Тоже хорошая скидка. Также для протезирования 5%. Председатель правкома и гендиректор знакомы с момента появления Акопяна в Раменском и работают на благо заводчан слаженным тандемом. И вот люди, которые его окружают, это неравнодушные люди. Равнодушных здесь просто бы не было. Мы – семья. И вся работа профсоюзного комитета направлена на решение одной задачи. Это забота о человеке труда, создание комфортных условий. Это защита социально-трудовых прав и гарантий. Это культурно-массовая, охрана труда, оздоровление, работа с ветеранами, информационная работа. Это только небольшой перечень. Два раза в год мы обязательно снимаем каток, чтобы люди могли с семьями заниматься, оздоравливаться. Два раза в год мы обеспечиваем бесплатными абенементами в бассейн. Мы проводим соревнования по пинтболу, болингу. Мы проводили и участвовали в сдаче норм ГТО. Мы проводим рыбалку. В этом году некоторые люди у нас поймали. 37 килограмм улов. Я уже не говорю, что мы проводим широкую масленицу всегда. Это у нас традиция. Это вот здесь, наверное, отмечаются праздники, да? На улице, с блинами, с танцами, с плясками. Я не представляю, как я буду без завода жить. Мы приходим на завод как к себе домой. Даже мы были вот недавно в отпуске, и каждый из нас ждал, когда же мы выйдем на завод. И пришли на завод как к себе домой. Даже лучше, чем дома. Съемочная группа вполне уловила эту интонацию ветерана завода. Ходить по цехам энергии было интересно и приятно. А то ведь, когда смотришь на нынешние экраны, рабочего человека не увидишь. И непонятно, кто производит то, что мы едим, чем моем посуду, кто дает в наши дома тепло в морозы и освещает их круглосуточно. Рабочий класс, он корпус всей жизни человеческой. Без шума треск строит, без шума треск кормит, одевает. Да, современные заводчане выглядят по-другому. При изготовлении своих изделий используют автоматику и нанотехнологии. Но суть-то остается. Теперь мокли поезда, и не кричат автомобили. И, между прочим, навсегда гудок фабричный отменили. Какая тишь над городком, каким покоем дышат дали. А мне время с тем гудком, мы с ним судьбу свою сверяли. А мне время с тем гудком, мы с ним судьбу свою сверяли. Ты это в памяти храни. Как вместе с ним мы отмечали. И наши праздничные дни, и наши общие печали. Он звал меня из старика, когда порой бывало туго. И голос этого гудка я узнавал. Как голос друга, и голос этого гудка я узнавал. Как голос друга. И в приоткрытое окно, к нам тишина приходит сно. А все же жаль, что я давно гудка не слышал, заводство. А все же жаль, что я давно гудка не слышал, заводство. Ну вот как-то так. Надо ли удивляться, что при такой заботе о людях Акоп Акопян уже давно не только почетный гражданин Раменского, один из немногих, но и неоднократный депутат городского совета. Он выступает от Единой России. Но главная его сила в том, что он уже давно в сознании людей местный, свой, Раменский. Городу Раменское вообще повезло. Потому что в этом замечательном нашем любимом городе живет такой прекрасный человек. Я коренная, да. В отличие от Акопа Георгиевича, я коренная раменчанка. Но вот то же самое можно уже сейчас говорить именно об Акопе Георгиевиче. Потому что я считаю, что он, наверное, даже больше, чем коренной житель по своему отношению к городу, вообще к тому, ко всему, что он делает, к людям, которые живут в этом городе. И вот его территория расположена вблизи предприятия, которое он возглавляет. Наша всем в народе так энергия, дорогая, любимая, завод энергии. Его избиратели... Даже вопросов не было, когда, в общем-то, он выдвинул свою кандидатуру. Вопросов не было, что он пройдет и пройдет с большим отрывом. Хотя вы знаете, что выборы были непростые, были достаточно серьезные конкуренты. Они молодые, амбициозные, использовали разные технологии. Но, тем не менее, это не помешало, а, скорее всего, даже как-то помогло Акопе Георгиевичу. Слава Богу, что сегодня люди пока еще разбираются, кто есть кто на самом деле. Вот такого человеческого отношения, ну, редко найдешь. Изменения к лучшему весьма наглядны на территориях, где депутат – гендиректор энергии. Я не один срок, уже третий срок депутат. Сейчас городского округа, вот последние выборы были прошлый год назад. Мы тоже избрались опять. Ну, я хочу сказать, что это отдельная работа, это работа, которая нагрузка, потому что она отнимает время, но она нужна, потому что ты через депутатство можешь принести пользу своему населению, которое живет в этом микрорайоне, потому что я депутат от микрорайона. И мне всегда интересно что-то делать. И я очень много сделал со своей стороны. Конечно, есть еще депутаты, которые тоже работают в своих округах. Но мы, Холодово был такой очень старые дома, пятиэтажки, неуютные дворы. Это он как раз? Да, да, был. Он всегда был там, город был как бы отдельно, а вот микрорайон. Но мы за последние 10 лет очень много извинений он преобразился. Среди конкурентов Акопяна были и ЛДПРовцы, и «Справедливая Россия». Никакой вражды к ним Акоп Георгиевич, боже сохрани, не испытывает. И, возможно, сам того не зная, исповедует в своей деятельности девиз президентского совета по правам человека. Тот звучит так. Меньше политизации, больше конкретизации. Я вообще ко всей оппозиции отношусь очень хорошо. Что такое оппозиция? Это тот же самый человек, который живет на этой же самой территории. И если он хочет принести благо, так я его поддержу всегда. Мне не важно, к какой партии он относится. Абсолютно. Если ты достойный человек, если ты человек, который хочет принести, то почему бы нет? Направления деятельности депутата Акопяна разнообразные. И по специальности, и по человечности. Я вхожу в две комиссии. Я по здравоохранению и по промышленности. Конечно, классическая моя промышленность. И второе, я очень хотел бы тоже, чтобы и по здравоохранению, и образованию. Оно вместе. И я в эту комиссию тоже вошел, потому что важно сегодня здравоохранение и образование. Это одно из самых важных направлений государства, и района, и не важно. Школы, детские сады, церкви. В спортивные мероприятия, в спортивные учреждения. Пусть молодые люди спортом занимаются, вместо того, чтобы заниматься не тем, чем надо заниматься. Слово депутата Акопяна, как и всегда, деловое и весомое. Он является членом двух комиссий. Комиссии по экономике. Когда мы принимаем какие-то решения, безусловно, сначала это обсуждается на комиссии, и все смотрят, что скажет Оков Георгиевич. Потому что, ну, жизненный опыт, который у него, в общем-то, достаточно велик. При всей занятости у окопа Акопяна всегда хватает сил и интереса, чтобы знать, что происходит на исторической родине, в Армении. Также воспитанный его сын. С детства родители, там, дедушка, бабушка, все всегда говорили, ты армянин. И у меня никогда не было такого, то что в то время, наверное, было посложнее. То есть, действительно, национальный вопрос немножко был острее, чем сейчас. Вот. И могли действительно спросить, армянин ты, русский, кто-то. И у меня никогда не было сомнений. Я говорил, я армянин. Потому что это мне, я этим гордился, в первую очередь. Да, Россия, это моя родина, она мне много, она мне все дала, все, что у меня есть, все произошло тут. Но свой национальный вопрос, национальность у меня, конечно же, армянин. Я армянин. Он рассказывал определенные исторические моменты. И вокруг меня было очень много хороших примеров. И мне было даже чему гордиться. Это среди просто знакомых взрослых людей в то время. Так что вот эти примеры вокруг, они дали мне еще некой уверенности в этом вопросе. непосредственно в Раменском. А я тут прожил сначала до 18 лет, потом уехал в Москву учиться, потом обратно вернулся. Тут было очень мало друзей армян. И поэтому мне не хватало практики. Но я могу сказать, что я сейчас понимаю армянский язык очень хорошо. Но я на нем редко выражаюсь, потому что мне нет уверенности, что я говорю правильно. Никакого армянского вопроса, как и других национальных вопросов, в дружелюбном Раменском отродясь не возникало. Но все же, когда армянских семей стало заметно прибавляться, их представители пришли к старшему. Ко мне пришли молодые люди. Когда это? Это три года назад. До этого здесь ничего не было. Пришли молодые люди, говорит, вы можете нам помочь, мы хотим создать такую-то организацию. я, честно говоря, изначально говорил, вот есть же Союз Армян-России под их началом, давайте здесь филиал свой откроете, Раменский, да, нет. Вот очень много людей, которые сказали, нет, мы не хотим, говорит, мы хотим самостоятельно для Раменского. Сперва я этого говорил не нужно, потому что мы живем нормально в Раменском районе, нам не нужно было отделяться диаспорой, да, я говорю, зачем отделяться, я ставил вопрос, но они говорят, давайте мы все-таки, ну раз все-таки, потому что для меня непонятно вот это разделение, я считал, что мы абсолютно нормально живем в обществе, в котором мы живем, у нас здесь нету никаких противоречий, ни религиозных, ни политических, ни технических, никаких, и всегда очень хорошо относятся к армянскому населению здесь на территории Раменского, да, и в России, я думаю, что никаких проблем никогда и не стояло, для меня сперва было непонятно, но оно так и получилось, и я начал помогать, заниматься, создали мы, значит, и документы все подготовили, значит, прошли Минюст, получили разрешение, печать, подпись, бумаги, все, и создали такую общину, постоянных членов порядка 300-400 человек, но если говорить об общине, здесь порядка, наверное, трех тысяч, трех с половиной тысяч армян проживает, да, это, ну, достаточно диаспора для такой маленького, будем говорить, территории, ну, работать надо, чтобы приобщать их тоже, ну, люди потихонечку приобщаются, собираются, я был руководителем первое время, потом, в связи с тем, что работы много и туда отрываться, мы, я передал праздные правления, но до сих пор я поддерживаю и всегда с этим работаю и на все мероприятия меня приглашают, они все здесь работают и много чего делают, и строят, и ремонтируют, и барят, и, ну, что хочешь, да. Это люди, которые уже тоже осели в Равенском или кое-кто приезжает? Не, в основном осели, в основном те, которые уже купили квартиры, которые уже со временем здесь семьи создали. Акоп Георгиевич не считает самым важным вопрос об армянской церкви, но прекрасно знаю историю своего народа, глубоко понимает истоки просьб соотечественников. У армян есть такая привычка, куда он приедет, он должен создать диаспору, он должен построить церковь, он должен построить школу. Это, наверное, исторически так получилось, и, наверное, они, наши люди, копируют всегда то, что где-то, когда-то слышали и видели. У нас сняли вопрос, я хотел спросить, церковь, пусть небольшая, планируется? Планируется. Вот они мне просят, чтобы я им помог решить вопрос по церкви. Но вы знаете, я, вот я открыто говорю, откровенно, на телевидении, я говорю, ну, есть же русская православная церковь. Что нам мешает ходить в церковь к одному и тому же Богу, к одной и той же вере, и зачем строить еще одну дополнительную? Я не думаю, что это очень важно. Я не думаю. Если есть какие-то особенности, и вам нужно, чтобы эти особенности какие-то, причем, я не знаю, там, по-моему, все одинаково, только там есть какие-то там особенности, ну, пригласите из Москвы, тем более, сейчас есть Московская большая церковь, и, кстати говоря, здесь, по-моему, и Воскресенский где-то. Сейчас много построили, я вот ездил, в Саранске построили, я ездил, везде построили армян. Все измогуты? Да, и потому, если нужно, пригласить там, всегда это можно сделать. Я не... В целом люди все хотят. Хотели. Хотят, хотят, да, хотят. Ну, вы понимаете, для армян вера – это самая, наверное, важная, объединительная часть нашего общества. Армяне всегда, ну, во-первых, вся его история и все эти трагедии армянские, они связаны с верой. Больше ни с чем, потому что, если бы была бы принята другая вера, то мы не имели бы никаких проблем. Но так как армяне, вот, считают, что вера – это основа и первые христиане, принявшие государственную религию в 301 году, и это, наверное, наша карма. Мы живем с этим, с крестом, и, наверное, это правильно. Ничего другого и быть не может. И потому, потому, наверное, армяне всегда хотят построить церковь, дабы вокруг этой церкви сплотиться и стоять вот за веру. Многое уже сделано. Создали школу обучения языку, истории, преподаватели, преподаватели, армяне, да, настоящие преподаватели, значит, язык, история, танцы национальные, ну и дальше это вопросы связанные с культурой, значит, театры приглашаем, музыку и так далее, но и кроме этого еще и работа с теми людьми, которые попадают в тяжелое положение, жизненное положение. Нетрудно понять, что когда осенью 20-го года на Карабах обрушилась военная мощь Азербайджана и Турции, Акапян и Раменская община на Ири пережили это с болью. Война в Карабахе это проблема всей нации и вся диаспора как одна собралась, очень много собирали средств, отправляли на помощь три или четыре раза за этот период собиралась большая диаспора, собирали деньги и отправляли на помощь Нагорному Карабаху. И я хочу сказать, что мне было очень приятно видеть, что все объединились в этот момент и желали оказать помощь своему народу. Конечно, к сожалению, то, что случилось, то и случилось, тут ничего мы не можем сказать, но когда начинаешь думать, рассуждать, то понимаешь, что не если бы Азербайджан хотел мира, надо было очень просто все решить. Признать Нагорный Карабах, забрать свои семь территорий и жить в братстве и в дружбе. Все. Лучше этого выхода. Решить вопрос остался. Абсолютно. Никакого вопроса же не стояло. Но, так как, наверное, не было идеологии дружбы и отношений, то она и привела к тому, что привела. Но, к сожалению, армянская армия и руководство Армении не были готовы. Как всегдашний практик, Акопян не за то, чтобы выяснять, кто виноват, но первоочередные меры, которые помогли в Армении, ему очевидны. Сейчас винить, говорить о том, кто прав, кто виноват, не надо. Сейчас надо думать о будущем. Мы не раз проходили тяжелые страницы жизни армянского народа, но он выстоял, он до сих пор сегодня есть нация, народ, земля, язык, культура, вера. Мы все это сохранили и сегодня мы сохраним. Унывать не надо, нужно двигаться вперед и надо самое главное никого не обвинять. Надо новая власть. Проигравший должен уходить. Врожденное чувство справедливости и сопричастности подвигло Акопяна Раменского помочь и жителям Донбасса. Ассоциация с Арцахом самая прямая. Люди, которые хотят свободно жить на своей земле и говорить на своем родном, русском языке. Такая же история, конечно. Такая же история, когда незаслуженно наказывают народ. А народ что просит? Сохраните нам язык. Вы знаете, когда происходят события такого уровня в нашей стране, когда наш народ, русский народ становится изгоем в своей стране, на своей земле, со своим языком, для меня, например, это абсолютно болезненно, и я искренне поддерживаю и донецких, и луганских, и крымчан, потому что это наша земля. Это наша земля. Вы понимаете, я всегда удивляюсь, когда историю искажают. Это связано как с Новороссией, так и с Крымом, точно так же, как и с Нагорным Карабахом. Надо не знать истории, чтобы так оценивать. Надо не знать ее, или же надо знать и это делать просто потому, что так хотим. Вот где проблема. Новороссия была всегда российская территория, и она была передана Украине для того, чтобы укрупнить Украину. Точно так же, как и при Хрущеве, была передана без суда и следствия. Крым присоединен был к... И потому я поддерживал, поддерживаю и буду поддерживать всех моих друзей с Донецка, потому что мы больше помогали Донецку и Луганску помогали, но Донецку больше. Мы отправляли и форму, и одежду, и масхалаты, и очень много делали. Мы за Крым пролили крови больше, чем за все другие воины. Мы за этот Крым воюем уже 20 раз. И теперь оказывается, Крым... И что вы делали для крымчан, чтобы крымчане жили нормально? Ничего. И потому для меня важно, я считаю, что это великое достижение Владимира Владимировича вот этот безоруженный возврат Крыма в Россию. Я считаю, что это вообще уникальные события в истории нашей страны. Акопян всю жизнь был примерным сыном. Понимал, как важно для родителей, оставшихся в городе детства, побольше знать о его жизни, семье, успехах. Для меня всегда очень было важно, даже если я маленькую грамоту получал, я сразу привозил это отцу показывал, первому, чтобы отец оценил. Для меня это было почему-то очень важно. Не маме, а первому папе, а потом уже всем показывал. Но он гордился, конечно, отец гордился, потому что его не стало всего лишь два года назад. И папа, и мамы, они ушли через две недели друг за другом одновременно, да еще и в день моего рождения ушла мама. С тех пор, как сын Георгий женился, семья чуть реже собирается за общим столом, но с прежней радостью, особенно, когда есть хороший повод в виде хорошего гостя. Вот в данном случае знаменитого армянского журналиста Гамлета Гущана. О том, что происходит на заводе и в депутатских комиссиях, домашние, как правило, не говорят. Это негласные пожелания главы семьи. Георгий обычно очень нескрыт, но он не хочет на нас никакие проблемы возлагать. Вот никакие. И он старается «Ну расскажите, тебе же будет легче». Зачем еще вот вам сказать «У меня проблемы, зачем вам? Чтобы и у вас были проблемы». Вот этот может быть это плюс, но для нас мне кажется это минус. Мы бы хотели разделить с ним вот это, чтобы ему было легче, а он говорит, что что-то хорошее происходит. Что-то хорошее да, да. Ну а вот проблемы стараются как-то скрыть, скрыть, и вроде бы все хорошо, все нормально. Сын Георгий хоть и работает с отцом, на заводе уже фигура вполне самостоятельная и прекрасно понимает, что с него спрос всегда тройной. Я к этому привык, привык с детства. И поначалу я реагировал немножко на это, может быть, неправильно, но тут работа мамы сказалась на меня, потому что она мне все время объясняла, почему. Потому что ты должен быть лучше там, и лучше папы, и лучше других, чтобы он мог к тебе гордиться, и он был спокоен. Поэтому я уже к этому привык, и не обращаю на это внимания. На то, что иногда, когда я сделаю даже хорошо, мне скажут, надо сделать было еще лучше. Я могу называть его папой только либо один на один, либо в нерабочее время. Например, в обеденное могу назвать, потому что с точки зрения, наверное, даже закона я могу. А так, для меня это директор. Когда ты знаешь папу как просто отца, и ты знаешь его как твоего руководителя, или директора, или коллегу, это абсолютно разные грани человека. Как только я пришел на работу, я понял, что мне нужно завоевывать свой авторитет. Не руководство тем, что у меня есть папа директор, его люди любят и уважают. Мне нужно, чтобы меня уважали как человека, как профессионала. И я к этому шел, и я сейчас уже могу сказать, что люди ко мне относятся уже ко мне. Не как сын директора, а ко мне, как профессионалу, как человеку. И мне это безусловно приятно, потому что никогда у меня не было цели просто говорить, что знаете, кто мой папа. Дочь Милена считает себя абсолютно папиной дочкой. Ну, я очень похожа на папу, характером, и вообще папа просто в детстве сдавал в себя так много любви, что я так, понятно, я очень сильно люблю их обоих, но я больше папина, потому что я девочка, и его забота в детстве всегда. Все это на мне отразилось сейчас, ну и плюс мы с ним очень похожи, характером одинаковые, поэтому как-то у нас так с ним есть коннект. Специальность Милена к радости отца избрала с учетом семейных традиций. Высшее образование я получила в Плехановском университете экономическом, маркетинг, и потом я училась в британской высшей школе дизайна на дизайнера одежды. У нас дедушка был портной, папин папа, да, поэтому это, наверное, все-таки как-то генетически перешло ко мне. У меня свой бренд одежды, он уже существует полтора года, в 19-м году я его сдала, вот, и этот пиджак моего производства, да, вот, ну это самая первая, первая коллекция, прям сейчас уже, конечно, и серьезнее, и интереснее делаем. И небольшой фирменный магазин в Москве так и называется Джиоми. Георгия и Милена, дедушка и внучка. Во время вирусного карантина Милена, сложа руки, не сидела, спроектировала, например, для мамы оригинальный спортивный костюм. На маме представлен один из спортивных костюмов, моих, самых первых тоже. Сзади наши логотипы. Один из первых зрителей новых моделей отец, который сам многое умеет делать своими руками. К слову, отметим, что многие помещения и дома, и в рабочем кабинете Акоп Георгиевич спроектировал сам. Первые образцы показываем, он критикует, что-то там добавляет, ему это нравится, он всегда мне что-то увидит, баннер недавно увидел в городе, что где-то здесь дизайнеры российские в одном месте собраны, приходят мне, Милен, иди тоже туда. Где-то прислушиваюсь, где-то остаюсь при своем мнении, потому что все равно видение у нас с ним немножко разное, так как большая разница в поколении. Милену наследовало от отца и стремление к деятельной помощи людям. Начали заниматься в нашем городе благотворительностью, мы помогаем, мы продаем старые, ненужные вещи и на эти деньги помогаем пенсионерам. и не секрет, что папа тоже помогает всем пенсионерам, поэтому тут он мне немного помог тем, что связал меня с людьми, которые дают мне контакты этих пенсионеров, с которыми мы работаем вместе, помогаем им, поэтому у нас с ним тут тоже немножко в общей сфере. В семье любят делать друг другу подарки, сюрпризы, а последним, которым дети порадовали папу к дню рождения, стоит рассказать особо. Он вполне вписывается в общую любовь для всех окопьянов к животным, но уж больно оригинален. Мы с папой сидели, общались как-то накануне его дня рождения, и он мне показывает в интернете мини-коня, то есть там маленькая-маленькая лошадка, и вот он так воодушевленно мне рассказывал, что он ее хочет, такую лошадку, и, ну, мы как-то, да, прикольно, мило, и не обратили внимания, да. И, значит, его день рождения накануне, где-то за неделю мы стоим, я, мама и дядя, и, значит, пытаемся придумать, что подарить папе. И дядя говорит, может, фазана? И я вспомнила про коня. Я говорю, конь, папа хочет маленького коня. И мы сначала, ну, сначала все так всерьез не восприняли, а потом, ну, правда, мама такая, да, действительно, он нам показывал, он действительно его хочет. Мы начали очень быстро искать, мы ездили, сначала во Владимир смотрели, потому что их очень мало, у нас небольшой конь, у нас американская мини-лошадь, то есть это лошадь, которая в холке вырастает максимум до 78 сантиметров. Ну, это вот такую. Как пони? Нет. Пони, он, да, с короткими ножками, а этот прям с длинными ногами, прям мини-лошадь, да, это прям мини-лошадь. И вот живой подарок доставлен в Раменское. И потом мы узнали, что Влад Карин у нас рядом совсем есть, поехали, вот с братом вместе ездили, и уже там вот выбрали нашего Диего, буквально за его, за день до его дня рождения его привезли, и вот папе сюрпризом показали, он был очень рад. мы его, мы быстро ему соорудили, у нас достаточно большой курятник, мы в одну комнату унесли всех куриц, во второй комнате соорудили ему, значит, маленькую такую конюшеньку, чтобы он там находился, постелили там все, ему сено, опилки, и вот папа приехал после работы, мы ему там закрытыми глазами повели, и я, наверное, первый раз видела такую восторг у папы от подарка, он действительно был очень счастлив, он сразу ее обнимать стал, он такой, больше для души, это лошадь для души, с утра до трех-четырех часов он на задней территории двора всегда бегает. Диего! Улыбается. Диего. Или кусаться хочет? И то, и то. Он у нас хулиган. Знают, они у нас, у нас собачки очень активные, они любят полаять, что на большую собаку, что на него. Коню-то, в принципе, достаточно параллельно, он как бы бегает и бегает, а они за ним. И, ну, это небезопасно просто, потому что, если он будет легаться, да, то как бы тут сразу... собачки ничего не станет. Да, боюсь, что все закончится плохо, поэтому мы их пока с ним не выпускаем, да, потому что коня тоже сложно пока контролировать, так как он все-таки пока бы не поддается кем-либо командам. Чего еще не хватает этой семье? Наверное, Яков Георгиевич, и вы очень ждете внуков. Очень хотела вас ждем, да, очень хотелось бы, да. Мы работаем в этом направлении и надеемся скоро его порадовать. Я очень, знаете, рада и счастлива. Я рада, что достался он именно мне. Конечно, семья есть семья. Но к этим радостным словам Карина Акопян имеет свое основание присоединиться из овощани с энергией, для которых Акоп Георгиевич, как мы выяснили, тоже папа. Мы можем в цехе подойти к Акоп Георгиевичу и там попросить какую-то просьбу, какое-то, ну, пожелание. Всегда выслушает. Если он обещает, значит, 100% будет исполнено. Это большое дело, когда руководитель не врет, да, исполняет свои слова, и люди ему верят. Простые люди, рабочие. Мы за ним, как за каменной стеной. И наверняка будут солидарны и деловые партнеры из ставшего родным города, и Московской области, и других краев России, и личные друзья Акопа Акопяна. Человека больших талантов, доброй улыбки и твердого, нерушимого мужского слова. Когда иду я под Московьем, где пахнет мятою трава, природа шепчет мне с любовью свои заветные слова. Вдали рассветная полоска Осенним пламенем горит. Моя знакомая березка Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова